Приветствую вас! Во-первых, Сор всегда бывает из-за чего-то. То есть у Сор всегда есть определенные причины, у Сор всегда есть определенные основания. И, наверное, первое, что вам нужно сделать, это... Изучить психологическую игру скандал, который, собственно говоря, вы участвуете. И, соответственно, как-то вот исследовать именно ее психологическую игру скандал изучить и поисследовать для того, чтобы понять, почему и как происходят ваши ссоры. Но уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что... что ссоры возникают, когда из-за того, что люди боятся. К примеру... Заближения... Люди боятся... Близости... Вот... И... Страшно... По каким-то вопросам... Близко... Контактировать, например, с людьми. Вот... Есть определенный страх... У людей... Перед... Ну, перед... Близостью... Вот... Это... С одной... С одной... С другой стороны... У этого есть определенная выгода. Такая, как, например, своего рода... Ну, своего рода разрядка напряжения. И... Замена... Замещения... А... Допустим... Есте... Естественного... А... Сексуального... Естественного сексуального... А... Разряжения... А... Неестественным... А... Конфликтам... То есть... Через конфликт... Через ссору... Вот... Это первое... Второе... Ваша... Позиция... Здесь... Она... Скажем... Прямо... Ваша... Позиция... Она дает определенный такой... Безответственно... Безответственность... Определенным... Таким... Эм... Перекладыванием ответственности... Эм... За... То, что... Происходит в Ваших отношениях... На... Ну, допустим... Какую-то... Эм... Ну... Какую-то... Миссификацию... В... 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 Вот... Эм... Что, конечно... Тоже... В... 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 Получается, что вы не разговариваете не сами по себе, не в следствии своих решений и своих моделей поведения, а в следствии, допустим, какой-то высшей силы. То есть это крайне деструктивный подход, потому что он не позволяет регулировать ситуацию, он не позволяет, скажем так, нести в нее ответственность, его не позволяет, скажем так, как-то корректировать, как-то контролировать это. То есть получается такая своего рода абсолютно неподконтрольная вам модель поведения. Причем именно ваша. Дальше. Вы пишете, имеет ли смысл делать это? Смотрите, вопрос не в том, имеет смысл или нет. Вопрос в том, чего вы хотите для своего молодого человека и как вы его воспринимаете, например. То есть если вы, допустим, его любите, вот, допустим, то вопрос абсолютно бессмысленный, потому что если вы любите, то вы сделаете это право, чтобы он был счастлив, потому что оно совершенно очевидно, что, допустим, от такой ситуации, которая происходит, да, он более счастливым, наверное, не станет. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот такой достаточно важный элемент нужно учитывать. для себя. Вот. Ну, а дальше, в принципе, уже, я думаю, вы могли бы решить этот вопрос. самостоятельно. Вот. Я так думаю. Дальше. 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 Хочет ли он серьезно быть со мной? Дальше. Дальше. Ну, вот здесь, на мой взгляд, вы демонстрируете то, что не уверены в себе. На мой взгляд, вы демонстрируете то, что сомневаетесь в себе. На мой взгляд, вы демонстрируете то, что хотите определенной защищенности. Ну, вот, вопрос заключается в том, насколько вы защищены сами по себе, да? Насколько вы способны, способны себя защищать сами. Насколько вы хорошо опираетесь, например, на себя. при решении каких-то задач, при решении каких-то вопросов, при решении каких-то проблем. или вы опираетесь исключительно на, например, людей, которые вокруг вас. Тем самым делая себя зависимым. Потому что именно от них, именно от людей, да? зависит, ну, вообще-то говоря, от того, как вы будете себя чувствовать. И вам это, конечно же, доставляет демонстрирую. Но... по-другому... сделать... сделать... по-другому... вы, вероятно, не можете. И... в таком случае, если вы не можете сделать демонстрирую, то, конечно, вот... приходится... вести себя вот примерно так, как вы себя ведете. И... еще раз... а... причины... по которых вы... ссоритесь... со своим молодым человеком... нужно разбираться... Это не какие-то абстрактные причины. Это вполне себе реальные шаблоны поведения, которые не позволяют вам чувствовать себя комфортно. Это реальные проблемы, которые являются следствием неудовлетворенности, неудовлетворенности вашей, неудовлетворенности волшебного молодого человека и прочего. И необходимости бы вы старались именно так к этому относиться, а не к чему-то такому, что находится в области, например, мистики или в области чего-то необъяснимого и так далее. То есть не игнорируйте свою ответственность в том, что происходит. Она есть, она есть и хорошо. Очень хорошо, что она есть, потому что если бы этого не было, вы не могли бы на это повлиять. вы можете своим молодым человеком обратиться на консультацию к психологу, в том числе к семейному психологу. если, например, есть у вас подозрения или есть у вас сомнения в том, что сами вы не разберетесь в этой ситуации. Вот. Обращайтесь к нам, обращайтесь к специалистам. Я полагаю, что мы вам с радостью поможем, мы вам с радостью подскажем, как себя вести, но просто вот подупреждаю вас о том, что потребуется определенная работа над собой, над вероятно, привычными, ну, моделями поведения, в том числе. Они эти привычные модели поведения и приводят вас вот в это состояние. Состояние, когда вы ссоритесь, то есть когда вы чувствуете угрозы, но не понимаете, откуда это вообще сделать. Вот. В следствии всего это вообще сделать. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы для себя этот момент определили. Чтобы вы взяли на себя ответственность за то, что происходит, как быть тяжело, например, это не было. Для вас, для вас опять же. Вот. Вот. Ну вот. Собственно. Что я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. А. Естественно. Немного настораживает. то, что вы озабочены серьезностью отношения мужчины к вам. Вот. То есть вы озабочены по сути дела тем, как человек к вам относится, как человек вас воспринимает. Вот. Что ведет вот о том, что на себя вы не облагаетесь возможным. Но это не так критично, конечно. Это все. Корректируется. Конечно. И прорабатывает. При желании. Вот. Ну. В любом случае. Такой мой ответ. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Субтитры делал DimaTorzok